В Западно-Казахстанской области увеличивается число безработных. Работодатели рассказывают, что найти квалифицированных работников стало почти невозможно. Сегодня в регионе насчитывается 16 тысяч человек, не имеющих стабильного заработка. Интересно, что в течение четырех лет этот показатель никак не меняется в лучшую сторону. По данным специалистов Центра занятости, за последние годы количество вакансий растет. А вот число безработных не уменьшается. Особенно востребованы врачи, инженеры, повара и учителя. Но работодатели рассказывают, что найти опытного сотрудника стало сложнее. Нам нужны учителя английского языка, музыки, физкультуры, самообороны. Но у новых работников мало опыта из-за отсутствия практики. Как говорится в известной фразе, кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому здоровому человеку даже без образования найдется работа. Да, это, как правило, будет работа, связанная с тяжелым физическим трудом. Но и это не гарантирует стабильного заработка. Наемный рабочий в любой момент может оказаться заложником долгов. Так и задолженность Хамита Мохамбетова перед банками на сегодняшний день составляет около миллиона тенге. По этой причине учитель физкультуры не может устроиться на работу по своей специальности. «Человеку старше 50 лет сложно найти работу, даже тяжелую физически. Сейчас из-за больших долгов мне все равно, как зарабатывать на жизнь. У меня кредиты на миллионы, которые я все еще не закрыл. Если я устроюсь на официальную работу, банк будет удерживать ровно 50% от моей заработной платы. Средняя зарплата по стране примерно 100 тысяч тенге. На 50 тысяч в месяц я просто не выживу». Чиновники связывают рост безработицы с тем, что работодатели хотят видеть высокопрофессиональные кадры с большим опытом работы, но не хотят платить им зарплату высшей средней. «Трудоустроиться гражданам, только что окончившим учебные заведения, очень сложно. Вполне возможно, что работодатель требует от человека высшего образования и большого трудового опыта. Подобные проблемы часто встречаются на рынке труда». Сегодня в стране предусмотрены различные возможности для повторного обучения безработных и открытия собственного дела. Стоит отметить, что в Уральске на учете по безработице состоит 3900 человек.